Соответствующее решение арбитражный суд Московского округа вынес еще в 2009-2012 годах, но владельцы НТО отказались добровольно ликвидировать постройки. В подготовительных работах приняли участие около 50 человек и 10 единиц специальной техники. Самым крупным из сносимых незаконных торговых объектов является торговый комплекс при въезде на привокзальную площадь. Эта территория является собственностью российских железных дорог. Его площадь составляет 1376 квадратных метров. Демонтаж производится в соответствии с решением арбитражного суда Московской области на основании исковых заявлений РЖД. Здесь все незаконно, все суды прошли, все суды проиграны. Месяц назад под фотофиксацию была произведена обклейка. Всех собственников и арендаторов лично мы подъезжали, предупреждали, давали время. Мало того, у нас некоммерческое партнерство, компания помогает нам автостоп. Она предложила даже людям машины, технику, помощь в вывозе, помощь в разборе. У нас в городе выделила площадку администрации, хорошую на хранение всего этого. У нас есть еще несколько территорий, площадок. Пока никого не штрафуем. Как рассказал заместитель, руководитель администрации Одинцовского района Павел Кондратский, после демонтажа незаконных объектов на освободившейся территории будет организована парковка для общественного транспорта. Идет борьба, в первую очередь, с незаконными торговыми объектами. Если видите, по району и по городу уже появляется новый архитектурный облик нестационарных торговых объектов. Это комплексное мероприятие, которое продолжается. Данное мероприятие сейчас проходит совместно с РЖД. Все собственники, арендаторы помещений были заранее уведомлены о предстоящем сносе. Их просили освободить помещение, но успели не все. И даже в день сноса нескончаемые коробки, вешалки с одеждой выносились из зданий, подлежащих сносу. Оптимизировали схему нестационарных торговых объектов с 1000 до 500. Что касается начала этого года, то остались единичные объекты, которые сносятся в плановом рабочем порядке. Снос объектов займет несколько дней. Предполагается, что на этих местах больше не будет никаких новых торговых центров. Территорию приведут в порядок, очистят от мусора, займутся ее благоустройством. В течение 2017 года все нестационарные торговые объекты на территории муниципалитетов должны быть приведены к единому стандарту, который обозначен в концепции нового облика Одинцовского района. Нила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...